Накануне Международного дня защиты детей в правительстве Тверской области прошло очередное заседание. Основным вопросом в повестке дня стали меры поддержки семьи с детьми. Сейчас на территории Верхней Волжи действует целый комплекс из 50 мер. Как власти помогают семьям региона, расскажет наш корреспондент. Сейчас в Тверской области живет более 234 тысяч детей. Из них почти 50 тысяч воспитываются в многодетных семьях. При рождении первого и третьего ребенка региональными властями предоставляется материнский капитал. К слову, в этом году с учетом мнений и предложений родителей в Тверской области расширили состав подарков для новорожденных. Он включает в себя до 69 изделий. Региональные власти уделяют внимание и повышению уровня доходов семьи, например, при помощи соцконтрактов. Так жители региона могут открыть свое дело или пройти обучение по выбранной специальности. Мы видим, что сегодня количество социальных контрактов, которые заключаются семьями с детьми и многодетными семьями, в разы превысило общий объем заключенных контрактов в период с 2013 до 2021 года. И понимаем, что социальный контракт – это возможность и без отрыва от воспитания детей мамам заниматься любимым делом, интересным делом. Это возможность развивать собственный бизнес, это возможность войти в предпринимательскую среду. Многодетные семьи Верхневолжья полностью освобождены от уплаты за вывоз твердых коммунальных отходов, от уплаты транспортного налога, а в их домах бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Кроме того, как было озвучено во время заседания, в Тверской области создаются условия для дополнительного развития детей и занятий спортом. Так, для многодетных семей действует бесплатное посещение музеев, подведомственных региональному министерству культуры, а также льготное посещение театров и филармонии. Как отметили присутствующие на заседании, работа с семьями — это не только их материальная поддержка, но и воспитание духовно-нравственных ценностей в детях, а также психологическая помощь как для детей, так и для родителей. Есть конфликты между детьми и родителями, и это риск каких-то негативных тенденций, к которым дети начинают склоняться. Вот такие семьи, может, они больше нуждаются в мерах психосоциальной поддержки, не столько в монетарной. И это тоже очень важно, это тоже принципиально. Ну, потому что мы только деньгами, мы не решим проблему, скажем, духовно-нравственного воспитания, вот этих ценностей семейной жизни. Комплексную системную работу по поддержке семей с детьми, которая проводится в Тверской области, отметил присутствующий на заседании регионального правительства депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Вы знаете, что очень важно, что в Тверской области есть положительный опыт уже, особенно многодетным семьям, то, что вы сделали. И сегодня я с интересом слушал как раз вот эти очень важные вопросы. Во время заседания эксперты высказали предложение по усилению мер поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о поощрении детей отличников из многодетных семей, в которых минимальная разница между рождениями детей. Губернатор поручил рассмотреть возможности по включению озвученных предложений в действующий пакет мер поддержки.